Моя Россия, моя Россия, моя Россия. Очень много вмещается в это понятие. Для меня, хотя я по крови не русский, но я настолько сросся с русской культурой, с русским языком. Большую часть жизни я говорил по-русски и говорю по-русски. Рабочий язык в моем оркестре Камерата Балтика, состоящий из музыкантов трех стран, Балтики, Эстонии, Латвии, Литвы. Рабочий язык у нас с самого начала русский. Для меня Россия — это все те композиторы, в которых мы сегодня играли. Для меня Россия — это все мои друзья, которые живут в России или живут во всем мире. Это русский духовный мир. Который мне очень близок. Со студенческой скамьи мне было объяснено Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, что наша профессия должна иметь смысл. Я ощутил на себе влияние великих учителей, в первую очередь моего учителя Давида Федоровича Ойстраха. Я нашел в музыке тот язык, который мне позволяет выражать не только себя, но и насущные проблемы. Язык музыки, которым мы делаем какую-то маленькую попытку бороться с равнодушием, расширять рамки воображения. Я не политик и никогда им не буду. Но то, что творится вокруг меня, пугает. Я слежу за этим. Я не знаю, насколько я падок на средства массовой информации, но я слышу ложь, я вижу ложь. И вот этот язык лжи мне настолько чужд, что хочется ему возразить языком музыки, языком звуков, которые не могут быть лживыми, они правдивы. Если бы артист выходил на сцену и фальширил, у него никогда не было бы аудитории. Почему-то сейчас у очень многих властных людей ложь проходит и даже пользуется энтузиазмом. Я ошарашен этим, и меня это угнетает. Те мои русские друзья, с которыми я говорю на одном языке, на одном языке я имею в виду по смыслу на одном языке, естественно, не вписываются в этот круг. Но я иногда думаю, неужели это безумие тоже происходит на русском языке. Я иногда думаю о том, что даже смотря русские каналы, смотря документальные сцены из жизни, из страшной жизни того, что происходит сегодня, я постоянно в этих сценах, буквально каждые 10 секунд, слышу заглушку. То есть русский богатый язык, язык Достоевского, Пушкина, Тургенева, Чехова и современных писателей, я не буду всех перечислять, настолько связан с матом, произносимым в суете, произносимым уже не для смеха, а всерьез радуясь убийцам или убийству. И вот это какая-то бахханалия на языковом уровне ничего общего с музыкой не имеет. Короче говоря, я не политик, и им никогда не стану, и не мое дело судить сейчас, кто принимает правильные или неправильные решения, хотя в душе я их знаю, но я об этом публично говорить не буду. Я только знаю, что то, что я могу противопоставить этому, то, что мы хотели противопоставить сегодня вечером всему этому кошмару, это была музыка. Музыка замечательных русских композиторов. Софьи Губайдулиной, Леонида Десятникова, Александра Раскатова и Мячеслава Вайнберга, все еще не оцененного по-настоящему. Есть еще много других замечательных русских композиторов, которых мы тоже играем, и которые тоже были бы сегодня в букете, если бы этот концерт продолжался в букете имен, если бы этот концерт не имел лимит двух с половиной часов. Мы хотим нашей музыкой напомнить тем, кто может проходит мимо, или у кого поехала крыша от СМИ, что есть более важные ценности, ценности той же русской культуры, на которую мы все можем опираться, должны опираться, чтобы никто не проходил равнодушно мимо творящегося ужаса. – АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Это прозвучит парадоксально, но возможно я отношусь к русской ситуации более спокойно, чем Гидон Кремер. Мы черпаем наши сведения о том, что происходит из одних и тех же источников в Интернете, но в отличие от Гидона я иногда выхожу из своей квартиры и вижу рутинную повседневную жизнь на улицах Петербурга. Но в отличие от Гидон Кремер, я иногда выхожу на улицах Петербурга. Мои маршруты в основном ограничиваются магазинами, где я покупаю продукты или концертными залами. И пока там ничего страшного не происходит. Но я понимаю беспокойство Гидона и понимаю беспокойство моего брата и моей сестры, которые живут в Германии и которые не могут непосредственно ощутить реальность русскую. Я понимаю беспокойство и стараюсь их успокоить. Что касается горячих точек географических, то, к счастью, я не нахожусь там. И в большой степени то, что мы знаем о том, что происходит на востоке Украины, это серьезная пропагандистская война. Мне остается только благодарить свою Судьбу и свои обстоятельства, что я нахожусь в Петербурге. Между прочим, я уроженец Украины и провел первые 17 лет своей жизни в Украине. Просто ужасные события, которые происходят в Украине и действия политиков, которые стоят за этим, российских политиков, они находятся за пределами человеческого измерения. Это не подлежит моральной оценке, потому что это чудовище, но в этом есть что-то звериное. Лично мне, как слушателю и как потребителю искусства, очень сложно сейчас просто слушать музыку. Я очень большую часть времени провожу в интернете, я читаю социальные сети и оппозиционную прессу, и это занимает очень много моего времени в ущерб наслаждению искусства. Я считаю, что искусство совершенно бессильно в этой ситуации, но, как сказал, кажется, Луи Дженона, сказал, дороги нет, но надо идти вперед, все равно мы должны заниматься тем, что мы умеем лучше всего. Масс-медиа. Я могу рассказать по этому поводу одну историю. Макс Фриш в одном интервью сказал, можно замечательно показать разрушение по телевизору и быть под сильным впечатлением от этих разрушений, потому что разрушение происходит очень быстро. За три минуты можно показать разрушение, но за три минуты нельзя показать созидание чего-то. Я думаю, что мы все находимся под воздействием этого противоречия. Возможно, коротким синглом и можно кого-то развлечь, но к музыке таких великих композиторов, как Вайнберг или Софья Губайдулина или Леонид Десятников нельзя подходить легкомысленно. За нее нужно браться серьезно. Это требует времени, это требует жертв. Но это развивает и расширяет кругозор человека. Это позволяет нам расти. Эта жертва требует слушателей, задает вопрос модератор встречи. И даже может быть очень опытных, открытых к новому слушателей. Такие, как собрались сегодня, безусловно. Существует ли такое сейчас в политике и в широком обществе? Или такие слушатели все-таки утрачены? Леонид говорит, что это сложный вопрос, но я попробую ответить очень кратко. Я не верю в музыку, которая только интеллектуальна. Я верю в музыку, которая может быть услышана, когда человек открывает свое сердце. Это может быть современная музыка или старинная музыка. Чем больше человек слушает, тем больше он способен воспринимать. Но интеллектуальную музыку или, как говорит Маурицио Кагель, когда композиторы пишут для композиторов, это не мое. Как можно было слышать, когда он открытся, когда он открытся. И это может быть современная музыка или старинная музыка. Чем больше он слышит, тем больше он способен воспринимать. Но интеллектуальная музыка или музыка, как Маурицио Кагель сказал, что компонисты для компонистов компонируют, не моя вещь. Спасибо. Я позволю себе непристойную шутку. Я летел сюда через Москву, в московском аэропорту, в сортирной кабинке. Я видел надпись «Путин убийца». Но является ли это протестом? Думаю, что нет. Очень скрытым протестом. Я думаю, что нет. Нет такого глобального, многочисленного протеста, просто потому что очень много страха в людях. Я думаю, что нет такого глобального, многочисленного протеста, потому что люди слишком много страхов. Есть генетический страх даже у людей, наверное, которые не жили при советской власти. Но советский человек – это очень специфический человек. Это просто очень сложная тема, которая требует длительного разговора. Я думаю, что люди не только боятся, но и вытесняют этот страх из своей жизни, из своей головы. Я думаю, что люди не только боятся, но и вытесняют эту страх из их головы, из их жизни. А у нас еще есть минута, да? Еще есть одна минута? У меня случайно в кармане оказалось письмо Томаса Манна, которое очень распространяется сейчас активно в социальных сетях русскоязычных. Сейчас будет обратный перевод на немецкий язык, буквально две фразы. Это письмо написано из Америки в сентябре 1945 года. И адресовано немецкому писателю Вальтеру von Мола, который с 1933 года безвыездно жил в своем имении. Дирижер, который, будучи послан Гитлером, исполнял Бетховена в Цюрихе, Париже или Будапеште, становился виновным в непристойнейшей лжи. Сейчас просто пересказ, цитаты. Какой скандал, что не запретили Фиделио во время Второй мировой войны в Германии? Как можно было исполнять Фиделио в Германии Гиммлера? Я просто сейчас говорю о своих коллегах, русских музыкантах, которые работают в музыкальном театре или филармонии, которые играют Хованщину или симфонию Чайковского. Я не знаю, до какой степени они несут ответственность за действия политиков. Что такое коллективная ответственность? Мне просто не понятно, заслуживают ли эти люди тоже осуждение? Должны ли они стыдиться за действия своих политиков? Я не знаю. Я сейчас говорю о моих коллегах, русских музыкантах, которые в этой истории Хованщина ущут. Я хочу добавить, но скажу совсем о другом. Хотя я вопрос очень хорошо понимаю, и у меня нет на него полного ответа. Я расскажу короткую историю о моей собственной семье. Моя бабушка, которая из Берлина, выросла христианкой, но была вынуждена бежать из Германии с моим дедушкой-шведом. Я вам не буду рассказывать все страшные обстоятельства, которые моей семье пришлось пережить. Но я помню свою бабушку как одного из самых теплых людей, с которыми когда-либо мне доводилось общаться и которые пытались рассказать что-то об исторических событиях. Из всей ее судьбы видно, что у нее могли остаться только страшные воспоминания о том, что происходило в Германии в 30-е годы. Несмотря на это, и я хорошо об этом помню, несмотря на все это, она мне говорила, знаешь что, Гидон, дела были настолько плохи, что когда Гитлер пришел к власти, он всем давал работу и все были счастливы. Это то, что сегодня не имеет значения, где это происходит. Не только в России, но и на Украине, в Израиле, Палестинии и еще где-нибудь. Что меня поражает, это огромное ликование по поводу убийств. Убийств отдельных людей, убийств целых общин, верующих или неверующих. То, что большое количество людей могут испытывать радость, когда людей убивают. Радость или даже чувство торжества справедливости. Все эти страшные люди в Восточной Украине, которые убивают друг друга, радуются этому и очень гордятся. И я считаю это страшно. Когда мы смотрим в другую сторону, закрываем на это глаза, то мы, если говорить по совести, тоже становимся соучастниками. В этом и есть послание сегодняшнего вечера. В этом году мы смотрим в Морде. Морде. Морде ан einzelные Морде, ан Глебида, ан Глебида или Углебида. Но, что огромное количество людей, которые могут быть виноват, когда люди умеют, если люди умеют, то, что они могут быть виноват. Это фрагменты, или даже это фрагменты, которые могут быть виноват. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.